Салют, пипл! С вами Хьюман и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, сегодня мы с вами поговорим, как Intel хочет поднять ценники своей продукции, муссоля все одну и ту же тему. Дефицит. Глянем на подковерную борьбу NVIDIA с IT-гигантами, но под конец немножечко информации, но полезной о Meteor Lake, то есть центральных процессорах от Intel грядущих. И посмотрим, каким образом красный, синий теряют деньги из-за Apple. Го смотреть, я создал. Intel переманивает Раджу Кадури из AMD. В то же время AMD переманивает других к себе. И в то же время NVIDIA не смогла купить себе ARM Technologies. В итоге она переманивает оттуда людей. И вот так и получается, что Рафи Маром, который сам из Intel, работает теперь в NVIDIA и при этом работает с продукцией ARM. Так что технически получается, что NVIDIA должна извлечь пользу из этого человечка под именем фамилии Marom, потому что он имеет опыт по созданию новых центральных процессоров, которые выходили только-только у Intel. На базе ARM. Более того, после запуска Grace Hopper, который является новейшим суперчипом NVIDIA, он уже использует до 72 ядер V9 на базе Neoverse от технологии ARM. И если опираться на официальную информацию, то он работает в 10 раз лучше, чем те же технологии на X86. Но Intel тоже не спят. Еще в августе прошлого года не переманили к себе Антона Капланяна. Это ведущий научный сотрудник мета в Reality Labs. И бывший научный сотрудник NVIDIA. И знаете, что здесь самое интересное? Он был первым или одним из первых, который разработал для NVIDIA RTX и DLSS. О как! А теперь он Intel. И как вы думаете, кто теперь занимается XS? Ну это типа DLSS и все остальное, которые у Intel. Некий аналог. И вот интересно, все эти подковерные игры имеют место быть? Или это все-таки мы что-то выдумаем? Напишите в комментариях. Я вам уже, ребятки, не раз сюжет оговорил о том, что цены на видеокарты сейчас это лютая садамия в вакханале. Причем вне зависимости, какие у вас цели, если вы приобретаете себе GPU-шку. Ценник самый основной параметр. Но есть и люди, которые пытаясь даже заработать, дают, пытаются давать рынку, ну, более-менее приемлемые и вкусные ценники. И вот, господа организовались и возят видеокарточки из Китая. Причем, как для людей, которым нужен именно опт, так и для людей, которым нужна розница. И к слову, тут не только видеокарты. Сюда можно вписать и центральные процессоры, и материнские платы, и другая периферия, и атрибутика, и так далее, касающаяся ПК. И, кстати, также тем, кому интересно, асики. Так что да, железо предлагается любого человеческого настроения. Здесь все время любые ваши желания и прямые заказы обсуждаются в индивидуальном порядке. Более того, представляет любого рода консультации. Ну, по железу, не по железу тоже. Причем, напрямую, на русском языке, а не вот как это бывает, если вы там работали с Китаем, Алибаба, Алиэкспресс и так далее. Ну, переводчик иногда тупит. Особенно, когда первоначальный продавец, китаец зачастую, он пишет вам на китайском языке. И не всегда иероглифы переводятся корректно. То есть, если он пишет на английском, еще ладно. А здесь прям мой нативный язык ваш. Более того, вы также можете созвониться по видеосвязи, что еще комфортнее, чем чат. Потому что таким образом вы можете увидеть, с чем вы работаете и с кем вы работаете. Продукция, естественно, вся новая, ценники очень приятны. А если вы еще и товарища затащите в эту движуху, ну, там, чтобы он тоже сделал заказ, то вы получите скидку здесь и сейчас. Не когда-то там в каком-то там заказе или какими-то бонусами, а прям по факту. Сама же методология приобретения, она проста как 5 копеек. Вы изначально консультируете и задаете вопросы животрепещущие, которые вас очень сильно волнуют. Причем любые. Можете хотя бы даже поинтересоваться погодой в Китае, какой это был президент до этого. Далее происходит разговор и, скажем так, составление долговарок о купле и продаже. Ну, а платить вы можете в своей национальной валюте. Либо в USDT, что по мне даже как-то поудобнее. Само собой, перед отправкой вам вас фотографируют. Я думаю, можно даже попросить видео товара, которым вы будете пользоваться в перспективе. Ну, для того, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, какие там, скажем так, серийные номера и так далее, чтобы прислали реально то, что вам фотографируют и снимают видео, а не понятно что. Ну и все. Ждете от 12 до 16 дней, то есть технически пару недель. И потом, как всегда, балуйтесь, либо в игрушки шпилите, либо майните, ну и либо и то, и другое. Так что, коли интересно, стучитесь с ребятам в Телеграм. Ссылочки оставляю в описании. Удачи! Ну что, генеральный директор Intel теперь считает, что нехватка чипа будет и до 2024 года. В интервью CNBC генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер озвучил первый прогноз нехватки чипов на 2023 год и даже дальше. И вот здесь самый главный момент. Как только Пэт Гелсинджер стал главным директором Intel, они сделали уже несколько заявлений. Ну, о своих планах, естественно. Это и многомиллиардные фабрики, и стратегии по литейным услугам, которые, естественно, позволяют как технологиям Intel, так и, в принципе, другим компаниям использовать эти услуги для себя, для своего производства. И, соответственно, это будет выгодно для синих. Это важно по той простой причине, что Intel указывает, что они в лучшем положении производства, а, следовательно, если дефицит какой-то есть, допустим, он будет, то у Intel положение будет лучше. И, скорее всего, не только с центральными процессорами. Если мы берем даже обычный сегмент, в плане не серверный, а обычный розничный, потребительский, то и в плане видеокарт. Ну и продолжая об Intel, могу сказать следующее, что, кажется, им нравится играть в такую игрушку под названием «видеокарточки», которые присутствуют только на бумаге, но не в реальном мире. И, тем не менее, Гелсинджер утверждает, что видеокарточки Intel, Arc, естественно, которые на ПК, будут готовы уже в июне этого года. Цитирую. «Эй, XG и идет по плану», — сказал Гелсинджер. «Мы уже запустили мобильные СКУ, но у нас будут и настольные СКУ, которые появятся во втором квартале. А в течение года их станет еще больше. И напоминаю, что еще в феврале Intel объявила, что AXG рассчитывает поставить более 4 миллионов дискретных графических процессоров в 2022 году. Но, правда, они это сказали еще до очередного переноса. Ну и плавно переходим к грядущим процессорам Intel Meteor Lake. Intel 4 и Meteor Lake уже успешно прогрузили определенные операционные системы. Ну, те, которые я знаю, как минимум, это и Windows и Linux. Ну, а учитывая скорость запуска, то это говорит как о получительном ключе самих метеоров, так и, собственно, Intel 4. Кстати, это все слова нашего Пэта Генсинджера. И здесь основной еще вопрос, когда появятся эти Meteor Lake. Ну, говорят, что в первом полугодии 2023 года. Надеюсь, тогда же, в принципе, будет и продажа. Но первое полугодие это очень растяжимо, от января до июня включительно. Поэтому будем посмотреть. По словам Intel, процессоры Meteor Lake 14-го поколения будут иметь совершенно новую мозаичную архитектуру. И это означает, что компания решила полностью использовать чипсет. Ну и смотрите. На процессорах Meteor Lake есть три основных тайла. Это плитка ввода-вывода, плитка сок и плитка вычислений. Плитка вычислений состоит из плитки центрального процессора и плитки GFX. Плитка центрального процессора будет использовать новый гибридный дизайн ядра, который обеспечит более высокую производительность при меньшем энергопотреблении. Ну а в то время как графическая плитка будет не похожа ни на что. Ни на что? Что мы видели раньше. И как сообщает Раджа Кадури, процессоры Meteor Lake будут использовать графический процессор с мозаичной графикой ARK, что сделает его совершенно новым классом графики на чипе. Это не IGPU, не DGPU и в настоящее время он считается как TGPU. То есть плиточный графический процессор, либо графический движок следующего поколения. В самих же процессорах Meteor Lake будет использоваться совершенно новая графическая архитектура XE-HPG, которая обеспечивает повышенную производительность при том же уровне энергоэффективности. Ну и естественно, что и у существующих интегрированных графических процессорах. Это также обеспечит расширенную поддержку DirectX 12 Ultimate и XS-функции, которые на данный момент поддерживаются только линейкой Alchemic. И как ни крути, а числа говорят сами за себя. Прибыль Intel в первом квартале сильно пострадала в группе клиентских вычислений. Выручка упала на 13%, а операционная прибыль на 34%. Если же говорить конкретнее, то операционная прибыль упала с 4,3 миллиардов до 2,8 миллиардов долларов, а выручка сократилась с 10,7 миллиардов долларов до 9,3. Intel же связывает это падение в первую очередь со снижением производства процессоров Apple, поскольку гигант из Cupertino уже некоторое время разрабатывает свои собственные сок. Но что касается операционного дохода, то 7 нм техпроцесс по-прежнему не приносит такой же прибыли, как высокоразвитый 14-нм техпроцесс, на котором основаны разработки Skylake. Поэтому стоит ожидать, что данная тенденция сохранится и в нынешнее время. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами как всегда был Химон, как всегда подписывайтесь на мой второй игровой канал и как всегда, кайфовые вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok